Моё всем общее почтение, сегодня у нас короткие стволы. Вы увидите три танка с непропорционально маленькими пушками, один из которых является новинкой, второй называют худшим танком игры, ну а третий и так для толпы. И цель сегодняшнего видео выяснить, имеет ли всё-таки размер значения, но прежде чем мы приступим к тест-драйвам, немного полезной информации. Настали трудные времена, когда не можешь купить новый комп, но хочешь без тормозов играть в новинки, тебе помогут быстрые займы. Здесь тебе готовы дать бабок по целок твоей печени. Либо вы можете перестать жить девяностыми и воспользоваться gfn.ru. GFN это игровой сервис, с помощью которого можно наслаждаться любимыми играми без скачивания. Мощные серверы Nvidia запускают игру и передают картинку на экран любого устройства, будь то старый комп, ноутбук, древний Mac, смартфон или даже Xbox через Microsoft Edge. Всё, что тебе нужно, это хороший интернет. И тогда в любой игре у вас будут 60 фпс и Full HD. Катать War Thunder, например, одно сплошное удовольствие. Отличный отклик, никаких фризов и задержек и комфортный пинг. В сервисе доступно больше тысячи игр, и около 100 из них бесплатные. От Cyberpunk 2077 и DimeFly 2 до Fortnite и Genshin Impact. Главное, обладать нужной игрой в своей библиотеке Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect или других маркетплейсах, поскольку сервис игры в прокат не даёт. Попробовать GFN.ru можно совершенно бесплатно с перезапуском игры каждые 30 минут. Также вы можете купить премиум с игровыми сессиями по 6 часов, приоритетом в очереди и доступом к технологиям RTX и DLSS. А ещё есть тариф ночной. Его цена всего 600 рублей в месяц. Кстати, для новых пользователей у меня имеется промокод на 10% скидку. Так что переходи по ссылке в описании и начинай играть в новинки прямо сейчас на GFN.ru Ну что ж, и первый гигант мелкого калибра это французский FSM-36. Вы просто посорите на этого красавца. Писали мне про него, писали прямо в личку. Будто бы это прямо вот самый-самый худший танк игры. Ну, я, конечно, им не играл, не знаю, но сильно в этом сомневаюсь. Просто, ну, посмотрите, посмотрите на этот дизайн башни. Вот там явно сидит какой-то тевтонец, блядь, прям в латах. А сзади этот танк похож на стального куклу-ксклановца, я бы как-то так... Или танк Египта. Я просто не знаю, башня просто капец. И посмотрите, у челиков в башне по несколько прорезей для осмотра в каждую сторону. Повыше, пониже, блядь. Чё нахуй делать, если кого-то в них увидит, блядь, непонятно. Кстати, как ему там заебить? Да вообще, заебись. В нижнюю он смотрит по ходу, в верхнюю он привстанет, посмотрит. Ну, если надо, закус, наверное, посарить, блядь, да? Продуманная, великолепная машина. Сам себе стрелок, сам себе заряжающий, командир тоже себе сам, наверное. К удару лить и водили, тоже показывает. В правую ягодичку пнул, значит, вправо он доехать. Левый поджопник, влево едем. По середке кирзач попал, тормозить, значит, надо. Ну, сука, продуманная тачка. А еще у него, видите, крюк такой сверху, блядь, на лбу, это чтобы, короче, краном, наверное, еще на верхние секретные позиции затаскивать, я не знаю. Не, машина максимально, урод. Гатчатый ключ, смотрю, все, ремкомплект, ремкомплект, далее. По привычке жму на теплак, короче. Ну, тут не теплак, тут можно водителя с фонарем быть, со свечкой в разведку отправлять, наверное. Ну, в реаль так делали, War Thunder попозже эту функцию, о, нефть, попадание. А, это оттуда полетел. Ну, по скорости понятно, что это движок от типичного Peugeot, а может, просто отжог. Там 105 лошадей, короче, тут все по полю боя таскают, как-то, не знаю. 105 коней, и те зачуханные, походу, в край, в нули, ну, блядь. В те времена у нас много челов ехало в атаку. Как-то мало очень их осталось. Вот это охревшее попадание в БТшку, вообще промах. Меча пиздец, походу. БТ едет рамсить, короче, я не пробил. Чтобы вы понимали, тачка стреляет, блядь, дыроколами, матерами вообще жесткими. Ох, петь вообще, ББТ натанковал им. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Понимаю, чё там, чё там, чё там? 36 миллиметров пробития в упор, блядь, kindly NA. Если каким-то чудом вы попадёте с 2000 километров, то, блядь, танкисты даже стоя снаружи танка отделывать синяком и домой пойдут. Ох, петь, и это бронебойный подкалиберный снаряд. Посмотрите, он даже на гифке, блядь, броню толком не пробивает. и он уже гнется бедный да и великий танк великий танк но хорошо что war thunder не надо играть на каждом танке чтобы прокачиваться вот вы можете на самом первом быть на нормальном на каком-нибудь прокачать вообще всю нацию всю наземку это это плюс я считаю что если он попался ветки развития какой-нибудь ублюдо кончено эти парчера то можно как бы на нем и не играть вот ты подбившим курва я бы а если его вблизи не пробил я не знаю зачем он от меня прячется но вот итальяшку пробиваем броня из копья мужа и засохших макарон с противоосколочным подбоем из позавчерашней пиццы не выдерживает попаданий надо было снарядов брать примерно все сколько влезает потому что и на чтобы убить один танк надо примерно 3 миллиарда 3 миллиарда раз не выстрелить на получи проклятая бт даже гусеница на презренно пожелтела вместо чтобы разорваться вот так она оценивает быть дамагных снарядов я даже не знаю быть может наводчик стоит с гаешным вот ключом с этим пойти их попробовать вручную разы раскрутить там не знаю отвинтить у них броню а потом наводчик выстрелит то может какие-то такие планы были бы я просто не понимаю какие мои действия нужны до достижения хоть каких-то результатов не понимаю что такая пушка в принципе лучами смерти стрелять не может но их поймать она же вообще никчем на лана нормальные герои всегда идут в обход и железный куклы к слону из тоже видимо должен чисто подло из-под тяжка наносить свои удары хотя для танка рассчитанного на удары с фланга у него очень сосная динамика а выглядит такой бодрый трамвай даже борта он забронированы просто края крайне из нас всегда чемоданов которые посреди гусеницы или что это такое он выглядит прям прям монстру монументально прям так тем временем одинокий стрв плюши плюшит плюшит по флангу так горит так лавка горит нормально кто их всех убил я до сих пор не получил свою медаль помощника за покалеченную итальяшку даже его походу не добили pz2s отлетел весы pz2d так то pz2s это пиздец я так понимаю сокращенно боже я вижу чью-то спину быть должен пасть поехали пока он не обернулся а судя по этому шарниру снизу дверцы дверь откидывается примерно как ламборжини они в ламборжини вверх а тут вам вниз падает ламборжини попозже такую придумать этому что-то удобно кашу дверь закрыть нагибаться надо лишь мечта любого водителя такого даже в майбахе нет ну и чью сутулую спину я вижу о пады кэш пума я не пробил его я вообще вообще ну мразь бы тип на пас арена вообще никого не пробивая ведь вот это танк это я не знаю это прикол какой-то что-либо мне кажется мне танкисты от стыда умерли быть он не мог это пробить но я так понимаю что я наверно сейчас побывал внизу таблицы даст чисто впечатлений набраться причем я внизу боевой таблицы но не внизу статистическими как вы могли вот так его сыграть на чем-то кроме фсм 36 непонятно чтобы вы понимали если не в курсе это его не хитро урод как и поехал с багетами чтобы вы понимали вот это единственный снаряд у этого танка даже выбирать не еще я может надо попробовать пулеметом кого-нибудь забрать может пулемет больше пробивает так и пулемет на 19 патронов как я вижу наверное это на танк это подвижные пункты артиллерийской наводки быть и сути геймплея на нем это кидать арту ждать когда она откатится кидать вторую мне почему-то начинает казаться что единственный шанс сделать фраг на этой машине блять а какая же ухудевшая система дыма отвода у этого танка посорите просто какой-то дом остался без двух водосточных труб пройдетого танка или духовой оркестр быть на два саксофона гопнули я даже не знаю ну и лассо такое сбоку быть я не знаю если бы был декор шляпы индиана джонса такой большой на на танк я думаю что вот этой машине она бы шла больше всех тем временем непреодолимая преграда на моем пути это горка то горка который нивелировала просто мою скорость до пятнашки надеюсь на зимнюю карту я не попаду на этой тени танкисты боюсь простудиться так бы конечно я там носился блэка снегоход никаких сомнений нет в мощностях этого монстра жалко что вот нельзя нажать на кнопку чтобы танкисты вот этой цепью врага от пизды просто подбежали бы тэшки на хотя бы краску бы поцарапали дырокол это и этого не делают все уже во и все уже быть я и просто срать пора я не евшим серьезно уже мясня идет минуты 2 я только быть горкин в польшу разогнался странно что при таком обилие смотровых щелей они сзади в двери глазок не сделали на вдруг сзади нападут ведь дать это единственное уязвимое место у этого танка сейчас вот судя по лвт тетра чубы коллег то я вроде на своем бери я вот должен вот сейчас я должен о боже я же сломаю до мою конечно выстрел на 105 вялых лошадей рассчитывать смысла нету в этом плане таранные свойства тут наверняка великолепно сильное заявление проверять я его конечно не буду тут уже здесь по сука зенит очка быть тима опять кинула никто не помогает все опять не разорвали вдвоем команда про его фланг но я не знаю чё бтб выебывается я бы зенитки один на один проиграл я не пробиваю я могу пробить вообще ничего если у какой-нибудь страны нету танка из газеты о котором я не знаю причем в однослойное желательно газету без заломов быть заломами могут быть трудности вот если нет такого танка то я вообще на кого убить могу получается серьезно мне кажется этот танк он как франкенштейн должен в какой-то момент обрести разум и начать мстить создателю я просто знаю а вот внизу это чё простите вот у меня пулемет быть вот он в башне а вот это внизу вот это накрытое вот этот пенис это чё может огнемет может это был огненный танк то на самом деле ну или опять улитки один пулемет не доделали а я потом играть не могу на танке давай настало твое время блять из пулемета хотя бы забрать вот эту у меня настолько рахитичный танк что даже пули бать не долетают пулеметная тяжко-тяжко идет плохо плохо идем не очень так все давай функция подвижного пункта артиллерии кидаем на б у кого-то там ехали с кем-то сделали то что я не смог тима кого-то опа нет не убил он стоит так опять это неубиваем а зенитку там читер забаньте его забаньте его на полностью вы забаньте но не может быть такого чтобы зенитка танковала дыроколы это бред я просто еду где фигба хуя bt-42 нет я не на своем бэре 42 точно по моему 2 чем-то бэр имеет прикиньте мне даже помощи не дают за мои жесткие попадания поощрительная система игры деградировала бы чудо под хэппининг я пойду отвлеку внимание на себя и уйду в ангар гордо гордо поднятым забралом бы я ему усинь сейчас спущу а вы ебашьте его серьезно я базарил а он жив о движок сломал бы сука ну что ж будет не далее не дали фраг сделать жадные подонки и мне опять помощь кому не дали давние община не дают не дают помощь серьезно то есть я за свой вклад в общение медали не достоин да так но у меня есть один шанс сделать фраг это пробить самолет надо уж что быть дыроколом ствол не задрать них я естественно только он поморгай откуда тяги прям по курсу в этаж пришли я сделал невозможно я бы сказал фраг на всем 36 вот просто под и слезы март удар пролетевший сейчас послал как я вызвал хорошо бы ташки пробиваются всем желательно 5 хотя бы в борт почему я понял мой танк тоже не пробивался мы бы как-то не знаю участвовать какой-то битве бегемотов бы нам бодались толкались чем кто кого там закрутить не знаю чуть-чуть такой так нет нет а насаживают на шампур любви просто так позитрия пиздок что моего на портболь на сука получили касаем раз немецкий швайн и кривая скотина вы любите попасть не может я не знаю может он сейчас выйдет из-за дома я в борт заберу давай давай курва ну зачем ты загнал нас в эту патовую быть нелепую и говно ситуацию я не понимаю я нормально же перестреливались бы выстрелы в этой игре тоже чего-то да стоит все давай хоровод вокруг этого дома водить ой ты что застрял что-то на на пачку не пробито бы он сейчас перевернется ему в днище о сука я в днище даже не пробиваю просто очень в это по служу раком встал достал мой твой мать все равно нет давай в дверцы кривая мудила на из пулемета я того маму нахуй делал просто это пиздец вы прикиньте даже ствол не сломай даже в дно не пробить бы вот этот тунчис бы вот это мразь просто на их петь бы ну и у меня есть самолет я сделал два раза невозможные за один бой первый раз я сделал фраг а второе одно на самолет набил а это не дать не взять французский ил-2 моим походу что-то по ландризу продали но походу не сам не сам самолета чертежи и они такие для и оставим на наш самолет наши фирменные французские крылья вот эти изогнутые что так чисто по гламур не смотрелось я учусь якорем на хвосте это еще значит это ел 2 морской бригады спасатели пляжа так и где этот план который меня убил где-то чудовище давай выходи посмотрим как твой днищет танканет моей бомбы бы что-то его походу убили походу когда батя не в здании команда начинает играть лучше упал я чё-то них него по на меня летит ли от меня вот меня наверно за бомбами поехали пилот без сознания чё там живые то есть есть ох бомбы какие страшные красивые быть наверняка не знает о по спалился я хотел сказать чтобы тима подсветила но вражина сама подсветила кстати бомба то это не тенись вам выпилился а нет он едет пора переставать обрезговать бомбовым прицелом наверное ну пробитие у пулеметов этого самолета примерно такой же какой объекты 736 никакого хотя лента бронебойная убитов походу будет легендарная это бой который никогда не закончится закрылки посадка я кого-то я посажу походу давай петрович петрович попади ты твою мать я чё по твоему тут не эти заниматься кривая закрылки убраны так 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 мы-то на точно и л-2 французские весь в дырках ни одного не дырявого элемента не осталось от петрович молодец ну конечно не автоматически молодец батя пришлось взять над ним контроль но дело-то сделала а я себя еще и ленты не бронированные как мудак зарядила нормальный какой-нибудь анти воздух вообще было бы замечательно вот короче герой выпусков и 736-то сосок павляшвили от мира хэви-метал ну судя по перечню оставшихся в живых мы походу катку выиграли и благодаря офисе в предшествии вам скажу не но все правильно дерьмовому танку и карты дерьмовые кстати вот эту карту я почему-то никогда не видел боях на современной технике вот походу что и иота догадались современки снять там что-то вообще трешное творилось но это у нас собственно последняя попытка офисе м36 доказать своему бате что он был построен не зазря что не было бы лучше для франции если бы чертежами этого танка вытерли жопу в туалете заводских цехов что пушка стреляющая ядрами времен наполеона не было бы более успешно на поле боя чем этот кусок говна что танк ценой несколько миллионов не воюет хуже чувака с рогаткой так а это у нас что-то типа пиздака там да ну и ты походу я следующий потому что мне а это вообще машина бы по моему я из пулемета кого-то ну вот это прям максимум не ну пока меня тоже не пробили пока все сейчас я еще медаль непробиваемого пули непробиваемого монаха получу или как-то могут в башню пробил ты ебнись ты смотри что творится беспредел какой-то балансный на на еще пробил во 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 я не на дне таблица я фаворе все я король этой битвы давай наворачивай поп не пробьют загорелся шестенок за и батя вам чуть-чуть размандрючат там сюда этого чела как она закидывает откуда попадание в затылок просто носить чел поехал терять страх и ужас просто такой их поймать это шоке 736 уделал что так что сломали козе них сломали на вот так вот супер ваная ну ремонта быстрый ремонт быстро конечно хорошо потому что чинить там нет там механизм и резинка труба и ядра походу никакого пороха эти снаряды скорее всего не содержит ой фраг забрал я собой горжусь я просто вот для этой битвы быть был рожден походу чтобы ее зарешать это матч всей жизни на и 736 против трех танков лан против двух и тачки ну чё давай в каверийском галопе у вена хорошие явно конструкторы об этом позаботили так чё выехала бы о баба опа наху даблкил живность сука не пробила и твою мать от так понятно на имба прямо в маску орудия быть и танк вообще на вылет проект так подписчик еще как ты ладно ладно муромой подожди на чаще проверим не поддельно или твой анти бум зумный демон купленные по ссылке в описании большого и пахнули на поддельный поддельный понятно стручным жил бы и жил еще до старости а тем временем а кто в топе оба батя на офисе он 36 атака но она с балансом в кое-то веке не насрала бы в руки балансировщику на все нормально сразу кого-то что-то смог пробить ой двое сразу на захват а я поздравляю пацаны с захватом они на благодарны спасибо за поздравление говорят я полетел на базу за следующим подгоном как бы что-то на меня не забатился серьезно серьезно хочу самолет такой шумный бы что-то ржавая там как будто сирена что-ли не будет такой стоит у меня лента невидимая я вообще не понимаю куда я стреляю а юнкерс и да это точно был такой свистящий самолет я в кино видел попадание куда я лечу че я лечу ехать твою мать все петрович давай сам есть ладно как же мне нравится этот геймплей но служить бы я таким пулеметчиком вы нахуй не хотел конечно ха 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 бля бисе батя король этого самолета батя падает батя что-то сломали что-то нужное далеко там дарь ёбки свиньи ясен у придется походу полтайги скосить сейчас на посадке и бакканда аэропорт так ну чё выпускаем шасси парашюта нам не дали а город подумал а город подумал учения ами но в принципе довольно грациозно и не отнять конечно так быть ладно но не буду уж брать дублер самолетом это все-таки тестим то короля быть говна который щас ари чё сделает упадание опачки рука то набита немножко тоже но все я думаю что я заслужил как минимум помощь за сбить этого говна задымился то он после моих попаданий как ни крути да это если его собьют конечно же он что-то будет падать то она за добавочкой прилетел ой фраги фраги на нахуй спортивка тот get out of that у вас это ведь в reading и убью бью их наш на эмби на французский все пост едут и едут у меня и команда конечно это легче всеми хиков решил заторонить землю до ядра походу у по так засадку засадку чаще там что-то везут по ходу и везут это быть мне судя по всему и зарядка да братишка покушать привез о но у меня с трупом перепутал в принципе и 736 похож на что-то мертвое это не мудрено хотел сказать как фраг не мне отдали ну там чел просто жизнь положил на добить самолета который так летел в деревья там надо было награждать уже по-любому на отвагу безрассудство у по верти ты маленькая японяшка едет нет пробития до 5 даже резиновое колесо сколько не пробит не сейчас не пробил как кто-то ранен в жопу это на нужный в этом танке он даже назад смотрит не с авто пушка у венов хватает вдруг хватало так ночью но все это быть бой победы просто 43 великая просто легендарная битва для офисе м36 и последняя в моей карьере не невозможно танк в аркаде хорош где есть светофор который показывает сюда стреляя сюда не стреляй там да ну и в аркаде народу побольше на лоу рангах играет потому что здесь я постоянно не на свой бр попадал просто ну медали как обычно как у столичной лодки плате нас за такую битву за битву на фисе м36 надо все награды утраивать его просто до прилетела и какую-нибудь особое украшение давать там шлем французского танкиста на что же а следующий у нас американский м8 он имеет короткий толстый ствол и не имеет крыши но в отличие от потрясающего француза из прошлых каток здесь довольно таки неплохие снаряды во-первых это м66 кумулятив так себе но все-таки пробитием а также фугас в котором аж 666 четко выверенных грамм взрывчатки чего для данного бэра я бы сказал чертовски дофига если бы не играл на фугасных немцах где на бр 1.0 да как в общем по моему шведа да там вообще килограммы не тратил считали сыпали от души ну ладно посмотрим что сможет сделать своей берданкой эта тачка по крайней мере я не знаю как у нее сложится с врагами но у них динамика если нам хотя бы знает что такое скорость что такое дрифта мы что такое рвануть со светофора все это не чуждые слова для этой тачки при этом это понтовый кабриолет но что может быть круче ну кстати как будто всего этого мало здесь еще стоит и противовоздушная некислая пулемете на б баллистика быть сучки мимо на же там 500 было там наверно что-то типа вот так что ли вот прям по сраке налево вот это вдул вот это вдул я прям кого-то это кривой ну ты крендель не кассия безрезультатно шмальну пошел на а я и ах ты курва не я прям вдулучив этой катки вот просто дай попробуем фугасом ковин прыгал убить таскать по матушке и по результаты не удовлетворительны этот призрачный гонщик уехал Блин, ёптвою мать, нахуй я за ним попёрся. Ой, чё-то мне подсказывает, что фугасы, блядь, с чертовским зарядом тротила лучше нахуй вообще не трогать, блядь. Пошли они в очко. Ну да, блядь, при калибре 75 миллиметров, это как калибр, так и длина, блядь, этого орудия. И с такой хуйней лучше, наверное, фугасами не стрелять, блядь. Если есть кумулятив, блядь, считай, мы счастливы, это всё, что надо. Для того, чтобы отшотать врага в любое место. Ну, практически, ладно, в любое место, может, в самые толстые места или, не дай бог, в какие-нибудь противокумулятивные сетки, если у кого-то здесь есть. Может, тогда, конечно, снаряды не возьмёт. Опа. Давай зениточка. Спасибо, что повернул, бро, спасибо, спасибо. Это был толчок судьбы, блядь. Люблю повоевать с самолётами на технике, которая для этой войны не предназначена, вот никак я не могу с собой поделать. Ха-ха, самолёт сбит. Опять, опять Т-28. Что, меня, что ли, ждёшь? Не поеду я к тебе. Нет, так-то ждать-то каждый может. Нет, дай-ка ему спулю. А-а-а! Каков наглец, блядь. На-на-хуй. Нет, да? Не увидел. Ща, фугасом погоди. У меня-то баллистика позволяет, блядь, как Леонель Месси, через стенку стрелять. А ещё у меня охрененный пулемёт. А ещё мне пушку сломали. Но сейчас мне либо типы помогут, либо придётся пулемётом отбиваться от домогательств этого насильника, блядь, безпомощных машин. Чините три балбеса, блядь. И у неё это быстрее. Твою мать, как он вообще её повредил. Продолжаем метить. У них, блядь, я его пробиваю из этой пулика, блядь, на американские пулики, блядь, ебить их в ленту. Сука, как нахуй, вообще, блядь, я ебил. Он ещё так не... Какой там УВН у этой залпы, блядь, что-то вообще, нахуй, сейчас не понял. А-а-а, нет, я всё-всё, я понял, да. Это прикол лоу-графистов. У них отсутствует верхний деформированный слой земли. И поэтому, когда я на ультрах не вижу, блядь, да, возможности для выстрела, они видят, что двух сантиметров вот этих нет, и там пролетает снаряд как-то. И просто он мне вот въебал, поэтому таким образом. То есть мне казалось, что у него возможности для выстрела нет, а возможности как раз-таки у него и были. Самолёт, к сожалению, ну, я не знаю, обрез сигара я бы назвал форму. Блядь, интересного ничего не нашлось в Америкасов, блядь, излётки на этом БРе. Вот у французов, блядь, Тил-2 нашёлся в этих, блядь, нихуяшечка. Блядь, а что у меня с пулемётами-то есть? Твою мать, вообще, вообще всё грустно. Ой, дурак, блядь, ой, будь ты проклят, нахуй. Ну чё? Ага, всё сломано, понятно, понятно. Да-да-да-да-да-да. О! Давай, на, бомбы. Сука. Балу мою, это, аллилуйя, блядь, давай нас насрать. Ща, как мы тебя присядем, приземлим. Тебе в какое дерево приземлётся по кайфу, в Иву или в Берёзу? Бэт, это, ёбка, ты-то лалихи, нахуй на таран идти, твою мать. Ну что ж, дабы французик не смотрелся, совсем уже блекло со своими ничего не пробивающими дыроколами, я решил оставить Америкасу только дьявольски прекрасные фугасы с 666, блядь, ой, блядь. Ну, видимо, 666 грамм взрывчатки, это в знак того, что это рулетка, блядь. Может шотнуть, может не шотнуть, там, хуй, не знаю. Раз в год и зеро выпадает. В общем, попробую стрелять только ими, дабы, ну, проникнуться вот прям по полной этой машины. Но пока придётся, походу, проникнуться картой Японии, блядь, где-то внезапные кордильеры нашлись в лесу. Ну, я не знаю, знаете, фугасы у этого картыша могут быть хоть сто раз говном, и танк не очень, но у него хотя бы есть динамика, в отличие от француза. Француза разработчики и этим-то не одарили. И это я не про наших разработчиков, а про его истинных отцов-основателей, которые решили сделать и передать в армию такую замечательную машину. Хотя вот насчёт армии не факт. Что-то я про такой танк никогда не слышал. Наверное, один его сделали, повздыхали, поухали. Такие, ну ладно, всё, давайте, разбирайте. Нам нужно железо для мусорных бачков. В этом состоянии этот танк и то полезен. Опа. Крыска спалила крыску, вы смотрите, как бывает, а? Но он увлечён стрельбой и, наверное, не заметит, как я подкрадусь и подведу ему кое-что. Тёплое к жопе. Тёплое, это я имею в виду, конечно же, фугас в момент взрыва. Да-да, он стоит, блядь. Ух, на энтузиазме парень. А тут... Улетела бэйба. Великая добыча. Так, а точку-цета забрали. Картошкины дети. О, так вот он стоит, ё-моё. Бам! Чапалаху, блядь. Чапалаху, да? Ну, на, ещё вторую, блядь. Ну, бугагасы, конечно, блядь, это великая, великая хуйня. Разрушительная мощь и запредельная. Просто, блядь, слишком хороша для нашей вселенной. Блядь, я надеюсь, тот пазик с центра не смотрит, потому что мне тут надо небольшой манёвр сделать. Ууу! Блядь, надо потом по записи посорить, и тот же это чувак или другой какой-то. Но если у тела брони как бы нету особо, то, да, избыточное давление, видимо, взрывает барабанные перепонки в ушах экипажа. И техника считается аннигилированной. Так, тихо, тихо, тихо. Что это тут такое? Да сломайся ты что-нибудь, кроме пулемёта, блядь. Ну, я и снаряды, блядь, дают осечки примерно 50 на 50. Они шотают всех, кроме немцев, походу. Я, на самом деле, предлагаю отсюда сибириться, потому что, нахер, все равно я уже мой в тыл стрелял и в бок стрелял, блядь, ну не пробиваю я, ну чё. Ну что я, блядь, делаю? Всё, и точку у него из-под жопы тоже не выхватить. А поскольку он там немножко потерян, и я могу вот так уехать спокойно. Чел, как будто, я не знаю, на ноутбуке с тачпада играет. Я просто... И там мотор, и тут мотор, и все чё-то едут. А я у мамы партизан. Опять, сука, немец. Не люблю их. Ну уже и в крышку как бы, блядь. Ну что, блядь, хотите, блядь, ну что? Ну почему дьявольски пиздатые фугации никого и не пробиваю? Я не понимаю, ну чё, хуй мать. Опа. Ну-ка, нахуй. Да, не попал. Ща, минуточку, блядь. Так. Невозмутимая команда, мне нравится, меня вообще, блядь, не смотрят. Чё там стреляет кто-то? Может, не стреляет? Ну врагов там дохряя, я маркернул только что. Там прям собрание у них, походу, совещание устроили. А ещё кто-то где-то тут на горе, походу, сидит. Искать я его, конечно, не буду. О, БТ-хо. О, БТ-хо, БТ-шек люблю. БТ-шка вот прям наша. БТ-шка не одна, там ещё кто-то, блядь, зашевелился. Я еду на звук мопеда просто. Он куда-то свинтил. Ага, он заборчики ломает. Ищет, ищет. Парень потерял и ищет. Тум, леща, блядь. Сосаечка заискут. Похуй, вообще дальше поехал, смотри. Вот бот, блядь. Боекомплект пуст. Так, у меня ещё есть мой могучий пулемёт, блядь. С пулемёта, блядь, я пробиваю больше, чем чертовски классными фугасами. Вы можете в это нахуй, если я поверю? Американский пулемёт, ну ты и мразь вообще, блядь. Ну ты и конец у капитальной. Американский пулемёт пробивает, блядь, брони больше, чем француз своими подкалиберными снарядами. Я валяюсь, блядь, вперёд. Слышал анекдоты, но такой, мне, конечно, да, ещё не рассказывали, блядь. Опа, на меня пошёл. Давай, давай, давай. Сейчас ещё спасём кому-то жизнь, какому-то лётчику. Лётчику, к лётчику. Так, кончились патроны. Блядь, не вовремя, ехать твою мать, заряжай, заряжай. Самолёт сбит. Блядь, вещь вообще, американский пулемёт этот. О, ещё один. Охуеть. Ха-ха, попадание, блядь. О, ещё попадание. О. Мне говна принёс, ах ты, гад. Меня выхватили просто из этой бомбы. Из-под бомбы спасли, блядь. И спасителя мы его забрали. На, блядь. Ну ладно, понятно, что чертовски классными фугасами стрелять вообще, вообще не резон. Вообще говно, идея, да? Да, в принципе, эпохи-побой уже заканчиваются. Ну, вот этот короткострел, вот этот обрез вот на гуси, я могу сказать, что хорош. Вот по сравнению с французом, вот здесь действительно размер не главное. Да, но я не знаю, как вообще вот команда, в которой бьются такие воины, как я, и вот этот АБ-41, который 8 фрагов сделал. Как эта команда вообще, как у них хватает совести проигрывать? Проигрывать все точки ещё при этом. Ну, совести-то и не хватило, в общем-то, её, блядь, просто нет. Вообще никакой, нисколько. Давай ещё одного, ну-ну-ну-ну, блядь, ну почему, почему, что не умер тут, смотри, мать. Сука. Ну что ж, и последний наш участник на сегодня, но не последний в игре. Это здоровый автобус с не самым большим стволом под названием SD-KFZ-251-9. Господи, как же красиво, блядь, они его назвали. Я даже хипел на что всё это значит, но, наверное, SD- это типа что-то, Skoda что ли. Чертовски классных фугасов здесь нет. К сожалению, немцы не стали взвешивать 666, взвесили 680 с копейками, а таким уже и стрелять-то не очень интересно. И также есть два типа кумулей. Кстати, калибр тоже 75 мм, но вот топовые кумулей тут прям, ну, так и не ещё, ну, не ещё уже. Соточку пробивают вообще с любой дистанции. Есть коморники, но коморники тут всё равно, что чморники, блядь, пробитые. Там что-то полтишок какой-то с саной, ну, как бы, сами понимаете, лучше нахуй людей не смешить и этим не стрелять ни в кого никогда. Тем более, что не коморники, а коморники. Епта. Барь. Сука, баллистика, вафлистика, ептую мать. Ох, попаду, блядь, это вот, сука, дерево. И дерево мне прям все карты. Дерево мне и то, что путает карты, мне это дерево срёт в колоду, блядь. Опа. Так, дело кончилось, не да, я бы померил, блядь, ну, ленивый, сука. Да я попаду сегодня, ох ты, ёпта, это было близко. Но я бы черепом-то танканул, наверное. Правда, не вот этим, который у меня на капоте, а черепом вот этого наводчика, который, блядь, торчит из башни. Ну, в общем-то, уже можно резюмировать, что у короткого ствола большие проблемы с баллистикой. Быстро падают снаряды. Вот это, конечно, минус, блядь. А со всем остальным нужить можно. Так, тихо, ща. Блядь, кран ебачку мешал. Смотри, он там два, а он один-два их замудил, ебать, переебать. А-та-та, сука. Сто миллиметров пробития мне обещали. Наимали, как обычно. Потому что сотка, это танк насквозь. Вот этот вот М3. М3 Грант, да, он, по-моему, листер, что это было. А в итоге пришлось два снаряда в одно и то же место буквально положить, чтобы набрать пробития, блядь. Ну, я так понимаю, что миллиметров 20 брони отколупал в первом выстрелом. Остальное уже со второго только проткнуть удалось. Пулемет на автобус, к сожалению, не установлен. Тоже мне немецкая маршрутка. А, так, так, он разрядился. Давай, я сейчас перехвачу пасы, дружище. Опа, блядь, видали? Просто гол между гусеницами. О, фраги пошли, ёпт, твою мать, глазам всем не верю. Ой-ой-ой, что творится, что происходит? Пидабирю, блядь. Ну, кстати, автобус новиночка в игре. Ввели вот только сейчас, вот только в этом патче. Ну, естественно, в базовой комплектации он выглядит менее пиздецто тут. Это уже, ну, я как дизайнер от себя добавил элементов немножко. А в базовой комплектации у вас будет антенна вот эта, больше нигде. Впрочем, наличие всех этих прибамбасов на боевых характеристиках практически не сказывается. Кто-то едет. Бум, чел, бомбик. Ай, ничего, не видят. Видят, блядь, сука, видят. Ай-яй-яй, блядь, как грустно стало. И как стыдно стало экипажу, блядь, за два выстрела кумулятивом неебического пробития. Не забрать советский танк из сковородок. Ну, не знаю, блядь, чё-то какой-то позор. Кстати, самолетом в сетап поставил немецкую версию второго ИЛА. Ну, я так называю все самолеты, у которых есть Петрович сзади. Так, какая интересная трей... Ах ты, ёптво. Он что-то заподозрил. Он заподозрил, что я уже готов в него просто какаху бросить. Свернул. Летел бы дальше, я бы, мгл-млем подбил. Блин, ФА-200-ки. Так, а вот этот вот тандем, который меня забрал, разгребли там в середине? Ну, наводка прищуриванием глаза, как бы... Это, конечно, да, прицеливание. Зуммирование прям. Даже не знаю, того, кто это делал, вот если сильно прищуриться, можно, блядь, бактерии ёптво на стеклышке разглядывать без микроскопа. Так, блядь, там просто конвейер смерти уже наладили. Я вот никого не успеваю забрать. Уже по большей части воюет летучая тусовка. Я думаю, на земке уже не так много осталось в бою. Блин, вот у вас нет ощущения, что бои с одной точкой, скажем так, чуть менее веселые, чем когда точек 3. Вот мне кажется, планировалось-то, что он будет наоборот, как-то типа вот на точечке-то погуще будет, поскольку она одна. Да? Ну, в итоге оно, как выяснилось, ни хиха не так работает. О, а я-то тебя ищу, мой френд. Просто жопа учила, взорвалась. Ну да, но тачка, конечно, на грузовик убийцами прям валяюсь. Правда, вот непонятно, зачем они обрез на неё поставили, потому что, ну, такие тазики обычно воют издали, а тут баллистика такая, что моё почтение. Ну типа надо в упор подойти, чтобы попасть по зданию. Хе-хе-хе, кого-то байтят самолётом, да? Ну-ка, 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 ну-ка. Только я уже, ах ты, в углу прям. О, е-хе-хе, кого я вижу, это же доцент. На, нахуй. Ну шо, это тот, да? Вот с ними я там бодался, я просто даже дырки, блядь, в нём узнал, а то я их проделал, чтобы за танкистами подглядывать, блядь. Так, 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 вот это пёво. Во-первых, у меня нету крыши. Кто-то даже немножко пожелтел. А во-вторых, мне ствол не задрать, чтобы хотя бы кумулятивым в него выстрелить. У меня больше шансов его вот этими рогами нахуй забодать, которые у меня спереди. Не, ну точно отжали. Это главное. Тем более их лётчики отлично сами себя выпиливают. Такое чувство, что пока воевали, блядь, уже на карте-то стемнело. Посмотрите, солнца нет. Походу, это динамическая смена времени суток. Так, разрабы показывают, что бойня-то на самом деле идёт не первый час. Ой, блядь, ёптую мать, откуда ты нарисовался? Ай, 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 блядь. И аж самолёт, блядь, убился, чтобы меня говорю, ну хорошо, хорошо, блядь, ладно. У меня тут тоже есть на чём подлететь, есть чё, блядь, сбросить. Сука, мне вот, по-моему, с самолёта сейчас движок, что ли, сломали? Или ведь как? Типа, я мог выстрелить, я, блядь, повернуться не смог. Ой, да как это с этого самолёта у Михалкова корабль-то обосрать хотели, по-моему, а? Нихуя, он везёт, блядь, одну, ну конкретную такую вообще бомбёху. А, из шасси не убирается, но это из минусов уже. Так, а нам идёт какая-то вообще мощнецкая, блядь, перестрелка. Бьются наши с не нашими. Не, ну так, если, блядь, пытаться самолёты забивать, знаете, никакой авиации не хватит. Вот, надо, филигранник, атак, юбкс. И хуя, там, блядь, плавал. Вот так вот, блядь, ну. А шо я, шо я сделаю, блядь? Там было задымление, я них, блядь, я вообще не видел. Так, ну чё, давай, два полена за одним кукурузником. Вот ещё челлендж, конечно, блядь. Ну, хига, их тут летает сколько много. Всяких разных. Да, блядь, сука, ты поверни, это, блядь, полена-то летучая. О, найм, шайце, шайце, блядь. Ой, блядь, сука, ть, блядь, ть, мать. Чел просто вот время вытянул, блядь, чтобы он не убили, говнюк. Ну вот, в общем-то, эти могучие броневойные снаряды с наконечником, в которых аж 80 грамм взрывчатки, что, ну, неплохо такие. Но, блядь, это пробитие, я вот не знаю, это... А дай-ка, слушайте, возьму вот, наверное, штучки. Три, блядь, сейчас посмотрим, что же хуже. А, вот эта тачка на коморниках или француз на дыроколах? Я думаю, что это вот что-то вот, какие-то аналоги, вот, наверное, в этом мире коротышей. Так, ну, немцы за нас, это хорошо, потому что немцы, мне кажется, на этом БРе самые жирные танки. А советы против нас. Ну что ж, БТ-шку-то я, наверное, пробью, это хитрое. Блин, самый песос, что поскольку эта тачка классифицируется, видимо, как самоходка, да, у нее нету даже арт-удара, хотя есть здоровая антенна, что можно отсюда до Штатов дозвониться и арт-поддержку прямо из Вашингтона запрашивать. И... Так, сюда мы не едем. Ха-ха-ха. Разведка доложила, что там небезопасно, нах. Кстати, вот смотрите, какая корзина под гильзы, просто охитреть. Ну, правда, гильзы, кстати, по-моему, из тачки-то и не выскакивают вроде, что-то как-то замечено они не были. Ну, кстати, ходовые качества лучше, чем у француза, но хуже, чем у америкашки, мне кажется. Так, 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 тихо, тихо. Выхватили из-под снаряда, кто бы там ни был. Так, 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 так. А, это колодец? А где, а кто? А кто, а что, а куда? А чего смотреть-то, где? Пиздец, тут от войны одни звуки остались. Да ёптные кочки, блядь. Ой, техника уничтожена. Я сделал это, я забрал его каморником. Ну, там совсем какая-то галоша приехала, непонятно. Ой, тут братан тоже на обрезе мучается, блядь, с ремонтом бы помог. Увэ, но зато какие, какие, увэ, но, ёптка. Блядь, нравятся мне бои на лоурангах, такая пьяная драка, блядь, на сельской дискотеке. А вот и закрутил очередное фу, и ты, великий лётчик. Давай, блядь, наводи эту хуйню. Ой, хорошо. Блядь, люблю БТшки, они убивают вообще в любое место. Главное попасть. Ай, блядь, ёптку мать. Блядь. Ах, уехал, а. Тут везде эти ссаные решётки, об которые кому-либо зайдётся. Я не могу стрелять через забор. Буквально, пошёл в пазику 35-му, отдался лосьбель. Блядь, мне кажется, глядя на мой вот этот гемиствольчик, никто не должен бояться со мной раз на раз вообще лоб в лоб выходить. Но, блядь, тем не менее, как видите, пообздёхивают змеи. Ну-ка, на, как бы. Это не как новая БТшка, что ли? Косая, да, походу, фугасами шмаляет. Нет, старая. Ой, ёптку мать. Как же долго ствол ворочается. Этот ствол, он не только маленький, блядь, коротенький, он ещё и не поворотливый, чтоб не... Сейчас спали же меня. Нет, он сюда не смотрит. Сука. Зачем стрелять в и так короткий ствол? Ты что, дурак, блядь? Проблемы у тебя какие-то, что ли? Нахуй. Он подъехал, реально, и пиздку в мой обрез. Фиг. Ай, блядь. Да. Я не знаю. В какую-нибудь колду играет, и там, знаете, сущий солдат в какую-то миссию. Ну, наверное, снайпу в член стреляет-то не в голову. Но, в целом, так-то довольно бодро я рубил его. На топовых рангах такого не увидишь, да. Все алкогатки происходят в низах, поэтому тут самое веселье. Ой, блядь, а чел, набатил зениток, вот же муфлом. Давай, долетишь там как-нибудь. А, долетий хоть двоих, блядь. Да, вот бомба кинуты на пох, не зачастую, почему-то гораздо более меткие, чем вот когда я что-то в цель, что-то рассчитываю, там, скорость, высота. Вот есть интуиция, да, все мое чувство, надо вот ему доверять. Ну, что ж, Ластецкая. Собственно, пока я в прошлом бою летел до аэродрома, и катка закончилась, к сожалению. Правда, перед этим я таки успел уебаться в взлетную полосу. Ну, вернее, перевернуться в самом конце посадки. Да, в общем, чего вы там не видели, да? Нахер, надо было записывать. Все, давай, понеслась битва за Польшу. Вот это, да, вот это я понимаю. Ну, это танк с усиленными антеннами, чтобы запрашивать, не знаю, даже поддержку из космоса, спутниковые данные. А может, это и сетки от комаров открыты просто. А вот это, кстати, новинка, которую я вот даже не знаю, стоит про это делать видос или не стоит. Но это техника для педобирства, прям вообще для людного матера вообще. Они взяли БТ-шку, влупили на нее какой-то мега-ствол и затулили ее в игру. Ну, не знаю. Кстати, там ствол тоже не особо длинный. Но и не такой геми-пенис, как тут. Вау. Тихо-тихо, не дрова там едут в кузове. Полегче. Что-то решил я подзаплутать, короче, в этой Польшу. Ну, ё-о-о-о. Эхан ты, мансийск. Блин, ну что ты за Винни-Пух-то такой? Ну, ё-ка твою мать. Ну, как это вообще нахуй возможно? Так, ну чё, я к кому-то подкрался. Блин. И вот это, я понимаю, кулатка на 17 века на совесть положена. Пиздь. Не знаю, куда он там стоял, смотрел. Что там было интересного? Ох ты, еб... Девастатор Дюна Эдишн. Бум, блядь. Крейсер-варяг получил пробитие. Второе. Где там у него снаряды-то сложены? Еб... твою мать. Третье. Блин, там народу просто полармии нахуй в этом танке едет. Заебишься выкашивать. Но Т-35 не так часто увидишь в бою. Можно полюбоваться на эту... На этого монстра и подольше. Но я думаю, достаточно уже, да? Всё, всё поняли. Ебё, но пассатижа. Ладно, давайте его другой кто-нибудь убьёт, потому что ко мне тут приехали. Чейки на БТ-7. I will be back, блядь. Ты по мне, наверное, соскучился. На-те нахуй в эту сиську, блядь. На-те, в эту сиську, сука, сколько там ещё народу? Как вы меня заеб... Блядь, блядь. Так, и в этой сиське ещё нему. Так, блядь, подожди. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот ты ху... В лес, блядь, сука, ладно. Блядь. Ну, короткострелом всё понятно. Это точно такая же тачка уже была, причём точно таких же немцев. Просто там ствол был чуть получше. А так, в целом-то, ничего особо нового в ней нет. Они вот добавляют в середину, вниз таблица, а пацанам потом до топов всё дольше и дольше качаться. Не понял я чё-то. Даже не знаю, зачем я на него зашёл. Он заходил на чел, который там по мне стрелял. Ха-ха-ха-ха-ха. Прикольно. Я не смогу перевалиться и сделать мёртвую петлю, потому что я летаю на корове на какой-то, ёбаный. Ну ладно, это тоже нехуковый манёвр. Так как мимо-то, блядь, игра не регает. Сука, это чё, самолёт-призрак бель какой-то? А, он мёртвый, блядь, ахуенно. А как-то дать мне об этом понять нельзя было. Там, наверное, и пилота чисто в лобешник шотнули, короче. И поэтому самолёт целый дальше полетел, пока в воду не естся. Так, вон какой-то враг. Всё, тихо мы идём к вам. О, нихуя он тут. Закрысился на берегу. Кайфуют тут на лоне природы, блядь. Я тут пяк. Сука, у меня взрывом бомбы чуть самого не порвало. Её, твою мать. Опа. Так, понятно. Тихо, 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 тихо. Тихо. Ну, на-то кусок. Не хуя себе. Что такое СР-32? Кватер. А-а-а, кукурузник. Понятно. Развернулся, блядь, как ламборджини нахуй на ручнике. Я еб... Ещё одного еб... Ну, Гошан Дракон, да. Пярец там. А, у меня только на... Только на КамАЗикой осталось. Ну, чё, давай точку СПО пытаемся отклупить у них. Я не знаю. Я бы в город подъехал, но над городом Гоша летает, блядь, бешеный. Ну, его нахуй. А, Гошу приземлили бы. То есть можно было и в город, да? Ладно. Ну, в целом-то, подводя итог, чё можно сказать? Решает всё-таки длина ствола или не решает? Ну, я так скажу. Случаи с французами решает, а с остальными нет. Потому что немцы и американцы, видимо, знали, что делать с короткой пушкой. А французы чё сделали, то и сделали. Чё собрали, то ёпта и поехала. А поехала вот такой какой-то кусок говна из мусорных баков, который даже под калиберным снарядом нихера не может пробить. Ну, может, я не знаю. Вот тут надо по... Твою мать. Ну-ка, на. Тут надо по дате выпуска смотреть. Может, этот француз по истории с конями воевал, блядь, с конницей. А под калиберный снаряд, чтобы в карету шотнуть лучников. Если так, то, наверное, я согласен. Эта техника имела смысл. Но если уже что-то бронированное к тому времени изобрели, если даже римляне, блядь, уже черепахой вставать научились, то нахуй нужна эта французская повозка с говном. Там вообще не ясно. Ёптить. Ну, давай же, ёбутый шашлык. Отлично. Ну-ка, там еще какой-то кал приехал. А, ну, все. Точка С безопашная, я надеюсь. Там вроде что-то проехало, я не знаю, ну, тут самолет пролетел. Но я знаю, как выяснить сейчас, если у меня в борт, значит, кто-то там был. Если нет, ну, значит, не был. У них самолеты бесконечные, походу. А! Какая, к черту, разница? Уже и бой закончился. Да, поздновато я. Приступил к отжиму точки. Ну, кстати, сейчас все точки будут наши. Ну, давай. Блин, там вот наши остатки уже можно, я не знаю, в микроскоп разглядывать. Вот сколько. Сколько у нас очков. Сейчас вот реально муха на кого-нибудь какнет, блядь. И все, мы проиграем эту катку. Блин, как назло, они, суки, взяли очень маленькие танки, чтобы по ним очень сложно было попасть отсюда. 75, блядь. Ну, в этого слона так промахнешься. Нет, можно все-таки промазать. Дай, твою мать, чтобы тебя разъебало, блядь. Я аж даже померил. Я аж даже померил. Все равно будем попасть. Да. Ну, что ж, на этой и так себе мажорности ноте мы, наверное, и закончим. Пишите, жмите. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова